Совсем недавно, в марте месяца этого года, я купил себе велосипед Ardis Blaze и покатался на нем немного, и теперь я выявил, какие в нем есть минусы и хочу поделиться в этом видео с вами тем, что меня раздражает в этом велосипеде, что мне не нравится, может быть, эта информация будет вам полезна, вы, может, хотите тоже покупать велосипед и рассматриваете Ardis как вариант, сразу забегу вперед, что я бы не рекомендовал к вам покупке велосипед Ardis конкретно Ardis Blaze, который купил я, сейчас расскажу, почему он мне не сильно нравится конечно, я уже буду на нем ездить, буду его допиливать и расскажу вам, какие планы у меня по апгрейду, поехали начну по порядку, с самого начала, как все происходило я насобирал немного денег, покупал я Ardis за 7000 с копейками, по-моему, 7100 или 7200 ну, короче, это не суть важна, примерно такая сумма была продавец мне много раз акцентировал внимание на то, что вот, там первое ТО будет бесплатно я говорю, а после скольки километров первое ТО, ты когда ходишь, тогда приедешь, будет тебе первое ТО там, мы все сделаем, он просто, знаете, я бы на это даже первое ТО внимания бы не обращал но просто продавец, когда продавал, он мне за это первое ТО, знаете, несколько раз он мне так говорил, первое ТО, ТО, короче говоря, там, то, сего ну, как бы, у меня это отложилось в памяти, и я это запомнил я купил в марте, но, честно говоря, я не сильно катался, потому что были плохие погоды активно начал выезжать аж в конце мая, в начале июня и поехал я не сильно большой километраж, и у меня началась следующая проблема это дикий скрип в тормозах, да, тормоза начали сильно скрипеть просто невыносимый звук, по спуску вы сейчас спускаетесь на тормозах то вообще просто весь спуск, грубо говоря, это сплошной скрип ну, я такой себе думаю, может подъехать к этому парню, который продавал его сипед сказать ему, типа, слушай, чувак, там, ты же говорил, первое ТО, сделаем это ТО уже, ну, поправите тормоза, сделай что-то с ними, короче говоря чтобы они не скрипели, ну, приехал я в один день, это было воскресенье, но у них рабочий день в это время приезжаю, в магазине там какой-то чувак стоит, говорит, того нету, короче, он уехал в магазин за какими-то там запчастями, уехал, будет там через полчаса, ну, я говорю, ну, ладно, я поехал кататься короче, так я не приехал, пошла еще одна неделя, я приехал, и тут застал этого парня, говорю, слушай, такая беда у меня с тормозами вообще случилось что-то непонятное, они дико скрипят, я не могу вообще ездить есть ли какие-то решения этого вопроса, и тут я вот, когда я задал этот вопрос, и увидел в его лице такое, знаете, такое, типа, типа, как будто он говорит, слушай, чувак, что ты, типа, что ты сейчас от меня хочешь я такой вот занятый, такой вот бедный, несчастный, ты приехал своими тормозами, вот, у меня такое выражение лица как будто такое, знаешь, ну, ну, сейчас, сейчас, типа, сейчас, там, что-то, ТО, я говорю, ну, ТО, ты говорил, ТО сделаешь, там, будет, ты мне несколько раз говорил, бесплатное ТО, он такой, ну, бесплатное ТО, ну, ты же понимаешь, что это, типа, что такое бесплатное ТО, это, типа, ну, тросики, там, подтянуть, типа, ты, что, сам не можешь тросики подтянуть, там, ну, колодки, говорю, хотя бы поменяй мне, поставь, может, какие-то другие, чтобы не скрипели, это я ему эти мысли навожу, как бы, он сам не знает, Что надо делать с этими скрипучими тормозами Потому что я думал, что я приеду Думал, что это проблема у всех такая У многих велосипедов, но это же не может быть проблема только у меня И она как-то решается Он такой, ну хорошо, говорит, я тебе дам сейчас колодки И ты их только там сам поменяешь Я говорю, а что ты мне за колодки дашь? Он такой, типа, пошел, пошел, короче, за привалок Что-то копался, копался Достает колодки Достает колодки И подносит меня, говорит, вот такие же колодки Я говорю, в смысле такие же колодки? Он такой, ну ты же хотел колодки поменять Я говорю, ну я же не хотел на такие же менять Я хочу какие-то другие, чтобы не скрипели Да, я имею в виду, может, колодки какие-то, чтобы не скрипели А что ты мне дал такие же колодки? Ты мне говорю, хочешь продать это же, извините за выражение, говно Которое скрипело, но Чтобы я просто поменял Я говорю, эти колодки целые, зачем мне их менять? Они просто скрипят Он на меня смотрит таким взглядом, вообще типа не понимает, что я ему говорю. В общем, начал он что-то там крутить, эту заднюю систему тормозную. Открутил. Говорит, ну, может давай сейчас бензинчиком здесь попшикаем. Попшикал бензинчиком, короче, там повытирал, закрутил назад. Я сел, проехал с тормоза, вообще перестали работать. Бензин впитался, оставил масляную, жирную такую основу. Со временем, слава богу, конечно, она выветрилась, и я смог ездить дальше. Да, скрип прошел, но тормоза тоже отключились. Скрип прошел ненадолго, соответственно, когда эта жидкость вся выпалилась, и эта маслянистность ушла, скрип опять появился. Короче, я туда уехал, полностью недовольный. Тормозов у меня нет нормальных. Ну, надо будет, вот первый вариант по апгрейду, надо менять тормозную систему новую ставить, потому что с этими тормозами ездить можно, но только если вы я втыкаю вот так вот наушники себе в уши, включаю на всю громкость музыку, еду и тогда не слышу этих тормозов, и все в порядке. Да, но если еду без наушников, я начинаю тормозить, это просто дикий скрип, который очень мешает езде. Второй минус – это то, что очень тяжелый велосипед сам по себе. Если сравнивать его с GT Aggressor, который у меня был до этого, то он даже, не знаю, наверное, килограмма два, он тяжелее. Это тоже меня… Я поначалу, когда покупал что-то вообще, не знаю, я был в какой-то, может быть, в радости, что я еду за новым великом, да, и я как-то на вес вообще не обратил внимания. Потом, по поводу наката, да, опять же, ход тяжелый. Поначалу, когда я только взял, мне показалось, что вроде нормальный ход, но в дальнейшем, когда я его начал эксплуатировать, чувствую, что, конечно, тяжелее. Он разгоняется, тяжелее он едет. Опять же, буду сравнивать с GT Aggressor, который у меня был до этого. Он ездит, Aggressor вообще едет просто как пушинка, и я вообще практически не уставал. А на этом я хорошенько устаю, я это чувствую. Почему, вы спросите, почему же я дальше не продолжаю на Aggressor ездить? Кто следит за моими роликами, тот знает, что у меня треснула рама, отвалился дропаут на Aggressor, я ее заварил, как бы он у меня есть. Но тогда, когда я покупал Ardis, я еще не знал, смогу ли я подчинить с Aggressor, поэтому я купил Ardis вместе, чем сравнивать теперь. И опять же, у этого чувака, я ему говорю, слушай, ну накат такой тяжелый у него. Вообще, вот я переворачиваю вверх ногами велосипед, допустим, если взять два велосипеда, Aggressor, да, GT и этот Ardis, и вот так вот колесо заднее, я так чуть толкаю, то колесо на GT, оно так начинает крутиться, 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 так плавно, плавно, плавно крутится. А если я толкаю колесо на Ardis, то оно просто такое, тык-тык-тык, пару щелчков делает, ну и все, как бы приехали. И этот чувак еще такой, ой, что-то у тебя колесо типа люфтит, право-лево, давай я тебе сейчас каретку подожму. И он мне еще ключами двумя зажал каретку. Я думаю, что он зря это сделал, потому что я на GT каретку специально немного отпускал, искал этот момент, чтобы не сильно зажать ее, чтобы был крутящий момент, да, хороший. И чтобы люфта не было. Это надо такая тонкая настройка, я еще, кстати, поковыряюсь с ней, может быть, немножко исправлю ситуацию. Вот, и что я для себя решил по поводу Ardis. Конечно, я буду на этой раме уже кататься, волонирую на будущее делать апгрейд, облегчать все, насколько можно. Может, менять и руль, и педали, и колесо я хочу на кассету спрыгнуть. Конечно, это я еще не знаю, буду я прыгать на кассету или нет. Но есть такое желание. Короче, вот к чему я все это говорю. Потому что я покупал стоковый GT, стоковый GT, за 7-100, да, это была тоже скидка сумасшедшая. Это был велосипед какого-то там года, коллекции, поэтому на него была скидка. И так он везде стоил по 10, по 12 тысяч. На нем я поехал, и прям мне легко было с самого начала, и пока он у меня не сдох, да, я всегда на нем ездил легко. Я один раз делал там техобслуживание, мне его парень полностью перебрал. Но на GT я с самого начала чувствую, что уже нужно делать апгрейд. И уже... То есть, если вы его покупаете, сразу вы понимаете, что надо с ним что-то делать дальше. Конечно, я хотел снять это видео вместе с велосипедом, но, к сожалению, у меня настолько сейчас ограниченный график по времени, что я просто ни черта не успеваю. Это видео, конечно, без всякой инфографики. И никакого сложного монтажа здесь не будет. Это просто мысли, с которыми я с вами поделился по поводу своего велосипеда. Дальше, конечно, я буду продолжать вам рассказывать, что с моим великом происходит дальше. Может быть, я все-таки куда-то поеду. Это лето у меня получилось довольно сложным. Я не могу толком никуда выезжать. Но я все-таки хочу, хотя бы, может быть, здесь недалеко. Буду ездить, все снимать. Подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok